Дедушка арестовывался два раза. Первый раз его арестовали в 923 году. Он сидел в Бутырской тюрьме. Но тогда он там пробыл недолго, около двух месяцев. Его выпустили. Арестовали его, как всегда, по обвинению, излюбленное обвинение в монархизме священников, в контрреволюционной деятельности, насколько я поняла. Но потом его уже окончательно арестовали в 1930 году. Был дождливый холодный день, 26 октября. Вот, он служил в храме, вернулся домой, очень усталый, потому что перед этим он служил две недели каждый день. Так получилось. Он был очень усталый, очень хотел, единственное, что лечь, отдохнуть. К ним вместе приехали их прихожанки, две, которые тоже там были на службе. Они очень любили и часто приезжали к ним домой. И когда они ушли, они уже, значит, стали молиться, располагаться ко сну. И вдруг те вернулись, и с тревогой сказали, что вот где-то недалеко от их дома стоит воронок, уж не за Ильёли Николаевичем. Они их успокоили, как могли, и отправили, чтобы те ехали к себе домой. Ну, после этого, конечно, у них сон уже не шёл. А бабушка очень тоже, конечно, волновалась, переживала. И от волнения она не могла сидеть дома. Она вышла на улицу и стояла около ворот. Зачем она так сделала, я не знаю. Но вот, видимо, ей просто не сиделось дома и хотелось, в общем, посмотреть, что происходит. Вдруг она, к ней неожиданно из темноты вынули в три тени и спрашивают адрес. Она говорит, да, это вот этот дом и есть. Тут же она развернулась и пошла домой, чтобы предупредить отца Илью, что за ним приехали. Вот, и вскоре уже к ним в дверь постучали. Пришёл хозяин дома и эти трое гостей незваных. И спросили, тут ли Илья Николаевич. Дали ему бумагу, ордер, где написано, что вот он арестован и нужно произвести обыск. Изъяли письма, как я поняла, потом из дела. Он переписывался же со своими друзьями, священнослужителями. То они эти письма изъяли. Фотографии какие-то. Больше ничего, конечно, не было. И увели. Но перед тем, как увезти, бабушка попросила разрешения помолиться. Они разрешили. И даже сняли шапки. Они коротенько помолились. И она быстренько собрала ему, чтобы попало под руку. И они пошли к воротам вместе. Последний раз они шли вместе под руку. Его посадили в воронок. Но она, конечно, там стояла, плакала. Кто-то из этих гостей крикнул, идите домой и можете теперь спокойно спать. Прекрасная фраза. Да, бабушка сказала, конечно, теперь уже спокойно спать я не смогу никогда. На следующий день она прибежала в слезах в храм. Сказала, что дедушка Арестон. Все страшно переживали. Все приняли участие. И вот не только бабушка ходила туда, в тюрьму, выяснять обстановку. Его духовные дети ходили. У них там дежурство было установлено. Кто когда идет, потому что все работают, все заняты. Ну вот у них было дежурство установлено. В одни дни один ходил человек, другой, другой ходил человек. То есть там в общем действовали очень активно. Очень активно действовали. Значит, месяц он там просидел фактически почти с небольшой бутыркой. А потом вдруг кто-то там очередной раз дежурный побежал и увидел списки. И там каждый раз в то время, понимаете, все-таки было не совсем так, как в 37-м году. В 37-м году ушел и канул в лето. И вообще без права переписки на 10 лет. Ну то есть фактически все, ничего не известно. И кто тебе не обязан ничего рассказывать. А тогда так не было. Тогда вывешивались списки каждый день, кого, что вот допустим такого-то числа. Завтра отправляют в лагеря вот и список. И я не знаю насчет куда, но во всяком случае, что вот завтра его вывозят из Бутырки. И вот из какого вокзала тоже было известно. Там было написано все, они знали, куда надо бежать. Ну тут же, конечно, они стали просить свидания. И все, им разрешили. Они с ним встретились накануне всей семьей. Причем тоже это было мучительство, потому что они приехали, конечно, с утра пораньше и с маленькими детьми разрешили, в смысле привели его на свидание только в 4 часа дня. Вот они целый день там стояли и ждали этого свидания. Но в конце концов они все-таки его получили свидание. На следующее утро, рано утром, он уже был отправлен. В тот день, когда узнали, что его ссылают, поехали, вся семья поехала на свидание, а брат Андрей, младший брат, поехал в прокуратуру узнавать о том, в общем, какой приговор. И когда они там были на свидании, на свидании, он вернулся и приехал прямо туда, вот, в тюрьму, этот брат. И он узнал, что его приговорили к 3 годам. Хотя они там надеялись, что меньше срок или что, в общем, как-то там можно было высылку еще просто. Не лагерь, а выслать его могли, допустим, в какую-то область. Если бы его в какую-то область выслали, то к нему туда бабушка поехала, и все бы нормально. Они рассчитывали на это, что его высылают, но не в лагерь. А потом, а вот он привез известие, которое всех, в общем, убило, что его высылают именно в лагерь. То есть, как бы от семьи отрывают окончательно. До свидания сколько времени длилось? Ну, долго они, несколько, они, по-моему, часа полтора общались, да. но ведь через окошко это не было такое свидание, вот, а там было просто окошко. И вот к этому окошку по очереди то бабушка подходила, то, значит, вот папа мой, Сергей Ильич, подносили эту Машеньку туда, к этому окошку. Вот так все было. Он не был в панике. Как он выглядел? Изменилась ли его внешность? Ой, он ужасно выглядел. Он ужасно выглядел. Вот эта фотография его, вот, вот его фотография, когда он был вот молодым священником, а вот его фотография на следующий день, я ее нашла в деле, вот буквально вот сейчас нашла в деле, у нас ее никогда не было. Это его фотография на следующий день после того, как его арестовали. Вот. Там, конечно, были условия совершенно ужасные. Первую ночь он спал вообще на полу, на заплеванном. Ну, ну, он об этом не говорил, ничего этого не рассказывал. Он не хотел их расставить. Он говорил, что все хорошо, все нормально, все вокруг хорошие, со мной хорошо обращаются. То есть, в общем, он их любил и поэтому не хотел причинять им лишнюю боль. Ах, а допроси, после того, после как арестовали, ну, вот Мария Ивановна сказала, что он был ее духовный отец. Это кто Мария Ивановна? А, Мария Ивановна это Михайлова. Михайлова. Да. Мария Ивановна Михайлова, она вот рассказала, что он ее духовный отец и все. Но она как бы, он сказал, ее вина только в том, что она его просто назвала, что вот этот священник был ее духовным отцом. А другая была прихожанка, она что-то такое, в общем, сказала, не очень к месту, усугубила его положение. Вот, там, понимаете, еще интересное обвинение у него было. Кроме того, что он монархист и контрреволюционер, в деле есть такая деталь, которая, конечно, индивидуальная, я думаю, больше ни у кого нет этого. Его обвинили в том, что он в храме помянул о здравии своего брата Георгия, а брат Георгий в это время сидел в бутырке. И вот об этом написано в обвинительном заключении. Логика простая. Раз он сидит в тюрьме, значит, он преступник. А раз ты его упоминаешь добрым словом, значит, ты его поддерживаешь. А раз ты его поддерживаешь, значит, ты против советской власти. Значит, ты контрреволюционер. Конкретно о первом письме мне трудно сказать, но я знаю, что он там описывал свою жизнь и некоторые детали, которые мне так очень сильно как бы запомнились. это, например, его отношения, его просьбы относительно очков. Он очень просит, чтобы ему прислали очки запасные и обязательно в футляре, потому что у него здесь нет не только там тумбочки, но даже полочки, где бы он мог хранить свои очки. И поэтому, а если они разобьются, то он будет совершенно беспомощным. И поэтому для него это был очень серьезный вопрос вообще про очки. Потом про одежду. Он пишет, что, наверное, это было в первом письме, что всем дали казенную одежду, а с ним очень большая проблема, потому что он очень высокий и большой. не могли ему подобрать ничего. В общем, он ходит в коротком ватнике, и ему очень все это так. Нечего ему носить фактически, потому что они не могут его одеть из-за его габаритов. Например, первый самый марш-бросок 54 километра они прошли за два дня по морозному снежному лесу. Я думаю, что это достаточно серьезное испытание, даже если тебя кормят, поят, и все в порядке. А тут никто их никого, конечно, не кормил, и спать укладывались они в нетопленном каком-нибудь бараке, как он пишет и рассказывает, где никто не собирался ничего не топить, и выбитые окна и стекла. Потом их направили на лесоповал, они должны были рубить деревья, причем, конечно, для них это вообще тяжелая физически работа, для молодого здорового человека, и привычного это все равно очень тяжело, а для непривычного человека это, конечно, ужасно. Ну, у него было больное сердце, и поэтому вот эти сильные физические нагрузки, они, конечно, были для него очень тяжелые, настолько, что даже в общем, он и в больницу попал, ему пришлось, там была больница, и, в общем, он попал в больницу. Они бревна таскали, я говорю, вот у них была ужасная история с этими бревнами, когда очень тяжелые бревна, вот я говорила, начала говорить, не договорила, они первый день этот вот урок не сделали, а второй день, первый день, вернее, они сделали урок и очень поздно кончили, а рабочий день начался как и положено, в пять их подняли, пока там, значит, это вот так называемый завтрак, и в шесть они уже должны на рабочем месте, и они на второй день они не выполнили урок, норму, ну, и потому, что они эту норму не выполнили, их заставили работать, и не отпустили их домой, в общем, конечно, на полный износ, даже не на износ, а просто до конца, что называется, вот он попал в больницу с сердечным приступом, вот, и там вот этот был очень хороший врач, который ему помог, и он его очень полюбил, этот врач, и он его там держал, сколько было возможно, чтобы уж просто его самого после этого не посадили в карцер, и потом его как-то все-таки жизнь его вырывала из этих тяжелых обстановок физических, его назначили на работу в эту же больницу, он там тоже занимался писарской такой работой, надо было все там учитывать, и больных, и всякое оборудование, которое было, или там лекарства, и все, вот этим он всем занимался тоже очень, это было самое лучшее время в его жизни, потому что у него, он мог еще к тому же ночевать в коморке там при больнице, и это, конечно, для него было большим счастьем, потому что жизнь в бараке это было ужасно, я сказала, что он адаптировался, как-то нашел свое место, в жизни, но, наверное, всегда есть люди, которым очень неприятно видеть какое-то более-менее хотя бы благополучное положение другого человека, им хочется сделать какую-нибудь гадость, ну и там что-то на него наговорили, что вот обвинили его в чем-то, что он там где-то что-то не так делает, и что где-то он там в общем... салагерники наговорили. Ну в общем это те же, которые с ним рядом вместе жили и работали, они ему позавидовали и решили его наказать. 20 он сидел в нетопленном изоляторе, 20 суток он сидел, вот, и конечно трудно даже себе представить, это тоже было зимой как раз, трудно представить, как человек может все это выдержать, но выдержал, и вот он пишет, что в изоляторе он очень измен... он сам осознал это и пишет, что он очень в изоляторе изменился. Вначале, конечно, это было для него все ужасно, первый момент, как всегда, когда это обрушивается, а потом он нашел в этом изоляторе даже большой плюс. Он мог в изоляторе, он был один, и он мог открыто молиться, открыто креститься, и для него это было очень важно, и как он пишет, он даже мысленно скакал от радости, как Давид перед Ковчегом Завета. Расскажите, пожалуйста, о встрече вашего дедушки с Михайловой в лагере. Ну, это было очень интересно, конечно, это тоже было как-то совершенно неожиданно, и это... вот она... там как-то они шли, ходили, они могли ходить по лагерю в течение дня, на ночь они, конечно, там собирались в лагерях, там переклички, все такое, в дневное время ходили, вот она шла и вдруг увидела перед собой высокого мужчину, который очень пристально на нее смотрит, а в лагере, конечно, вот это вот какие-то отношения между мужчиной и женщиной, это было все чревато большими неприятностями, поэтому она очень испугалась и даже хотела перейти на другую сторону улицы, вот, а он, значит, к ней обратился, и так, когда он же к ней обратился и назвал ее Марией, то она, конечно, узнала, что это самый отец Илья, вот, для нее это было, конечно, шоком и радостью невероятной, но они как-то там сумели очень быстренько договориться, где они смогут переговорить более-менее подробно, и потом они встретились, и рассказывали друг другу, он ей рассказывал о своей жизни, вот, ей он рассказывал гораздо больше, чем рассказывал бабушке, чем рассказывал папе, потому что она сама там сидела и, в общем, она все это и без него хорошо знала, вот, но ее-то, собственно говоря, больше всего волновал вопрос о том, простит ли он ее и вообще держит ли он на нее обиду за то, что она вот назвала его имя и все, но он ее успокоил, он сказал, что ты ни в чем не виновата, я тебя ни в чем не виню, и что, в общем, живи спокойно. Ей удалось у него исповедаться, он ей дал разрешительную молитву, и у нее душа совершенно успокоилась, она уже не волновалась о том, что вот она предательница и что она в чем-то виновата, хотя она, конечно, понимала, что она назвала его имя, она навлекла на него какую-то самую кару, собственно говоря, тут не было не то, что сознательного желания предать, но и это было просто как бы так логически все это вытекло, что получилось, что она назвала своего духовника. Расскажите, пожалуйста, подробно о свидании вашей бабушке с вашим дедушкой, как оно вообще случилось, кто был инициатором, как прошло, и что вам рассказывала об этом свидании бабушка? Она очень хотела поехать к нему, естественно, но первый год она поехать не могла, потому что у нее умирала дочка Машенька, она ее, конечно, не могла ни с кем оставить, и поехал папа мой. А на следующий год, когда Машенька уже умерла, он прислал ей записку с кем-то, кто там, вот были какие-то там уже перемещения, кто-то приходил, освобождался, кто-то там прислал записку «приезжай, приезжай, приезжай». Ну, и она подхватилась, сама давно хотела, вот, и поехала. Ну, тут, конечно, ее все нагрузили, дали ей всякую передачу, все его духовные и чадо, все родные, все близкие, огромное количество ей передали всяких снедий, всякой вкусноты, ну, и записок всяких, и просьб, и вопросов, и благословений, и все такое, потому что все уже истосковались по нему, по его добрым словам, по его советам, по его помощи духовной, вот, она ничего, никаких записки она не могла вести, конечно, она все это запоминала наизусть. Ну, вот, она долго очень ехала, на перекладных, приехала, сначала начали ее там, конечно, обыскивать, что она там везет, отобрали у нее Евангелие, сказали, не положено, святая вода, пустили все-таки воду, но вода есть вода, вот, ну, что-то ей удалось, конечно, пронести, такое, запретное, но, что-то не удалось, но Евангелие, правда, ей потом вернули, вот, ну, она просила, она хотела, значит, чтобы им дали свидание такое, чтобы они просто пожили вместе три дня, но ему не разрешили, у него какая-то была очень серьезная работа, и ему не разрешили бросить работу, так что он приходил только вечерами, вот, и там был такой отдельный барак для свиданий, и вот она там была, ждала его, приготовила все, еду там, поставила на стол, все, и ждала его, ходила, 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 нервничала, волновалась, потом устала, пришла, села, села, вдруг входит, совершенно, тоже она его не сразу узнала, тут Четверухина, ну, тут она, конечно, к нему стремгла, вбросилась, вот, и попросила сразу, конечно, благословения, он говорит, нет, я здесь не священник, я здесь просто заключенный, я тебя благословять не могу, это неуместно, но она расстроена была еще больше от этого, ну, все равно счастье видеть своего любимого мужа, конечно, все пересилило, вот они, сначала им дали три дня, потом, и он попросил, ему добавили еще два дня, у них пять дней было, и пять дней они встречались по вечерам, гуляли, ходили, хорошо они провели, можно так сказать, эти вечера, и бабушка пишет так, что, когда я его первый раз увидела, у него было совершенно другое лицо, чем тогда, когда мы расставались, когда они расставались, у него было такое умиротворенное, спокойное лицо человека, который, в общем, по-другому совершенно уже смотрит на все, он как-то, вообще они друг на друг, конечно, очень благотворно влияли, как это всегда и бывает с любящими людьми, и вот это свидание, конечно, было для дедушки огромным подспорьем, огромной помощью в его жизни, потому что она была настолько любящей, настолько верующей, настолько преданной ему женой, что, конечно, общение с ним и с ней для него было просто подарком судьбы, это было счастье, это был последний островок счастья, который достался им обоим на этой земле, и он ей сказал, вот ты все время считаешь дни, когда мы с тобой встретимся, сколько осталось дней до нашей встречи, он говорит, что ты занимаешься бесполезным делом, на этой земле мы с тобой не встретимся, там мы с тобой встретимся и будем всегда вместе, а здесь больше не встретимся, почему он так думал, я не знаю, почему он так сказал, тоже не понимаю, потому что папа вот нашел, что он в хорошем таком физическом состоянии, уже вполне, как мы теперь говорим, адаптированный к той обстановке, и папа мой был уверен, что он как бы доживет до этого срока, и в общем, там, когда бабушка была, там оставалось уже не так много времени, половины срока, во всяком случае, прошло гораздо больше, а вот он почему-то так уверенно ей сказал, что я думаю, что мы с тобой не встретимся, но наверное он знал что-то такое, чего нам неизвестно, к сожалению, он оказался прав, они на земле больше не встретились, пожар случился у них в клубе, и он очень, к тому времени у них умерла дочка, вот это их долгожданная любимая Машенька, а он очень о ней тосковал, он ее очень любил, я уже говорила, и там сказали, что фильм будут показывать, а в фильме будут показывать какую-то маленькую девочку, и ему очень захотелось посмотреть этот фильм, его друзья удерживали, говорили, ну ты не ходи, у нас сегодня в сеночной, будем служить, он говорит, я успею в сеночной, я хочу посмотреть на эту девочку, вот, и он пошел, и сидел в первых рядах, он сидел, и получилось так, что в фильме начался пожар, по сценарию, начался пожар, и одновременно загорелась лента, вот, кинолента загорелась, и когда начался пожар, начали кричать пожарные, тут не было совсем, не всем было все понятно, что это за пожар, то ли это пожар в фильме, то ли это пожар настоящий, а там, конечно, у дверей стояли часовые, и они не выпускали людей, а вторые запасные двери, как всегда, были закрыты, но они были не просто закрыты, там еще снег какой, они были еще снегом завалены, вот, и все, значит, бросились в эти одни-единственные двери, а клуб был построен недавно, и вот как раз папа видел этот клуб, он при нем был как раз вот только-только построен, и он еще обратил внимание на него, на этот клуб, что вот он из очень таких свежих сосновых, они все были в смоле, в смоле они были, вот, и это все, конечно, загорелось и полыхало ярким пламенем, вот, и, ну, там вот этот врач, который там был, он успокаивал бабушку, потом и говорил, что, конечно, при его больном сердце, он, конечно, очень быстро отключился, и вряд ли он испытывал какие-то особые страдания от огня, потому что, наверное, он уже, как бы, быстро очень скончался. Пережила бабушка это очень тяжело, как она сама пишет, она две недели, значит, лежала в постели, и при этом у нее было единственное утешение, она читала их переписку юности, когда они еще не были женаты, когда они были еще женихом и невестой, она читала эти письма, эти письма и нам-то, мне, во всяком случае, сейчас без слез читать нельзя, настолько они проникают в душу, ну, а ей, конечно, ну, они были для нее и утешением, потому что она чувствовала его близость, его присутствие, вот эти письма, конечно, помогли пережить эти самые первые, самые тяжелые дни потери своего любимого мужа. Расскажите, пожалуйста, о их прощании после свидания бабушки с дедушкой. с удовольствием. Они попрощались накануне и уже все сказали друг другу, уже все как бы казалось кончено. Ну, ему, конечно, захотелось еще раз ее повидать, но ему разрешили, чтобы он пришел на пристань, только не общаться, только не разговаривать, ну, естественно, не обниматься, не целоваться, ну, вот, чтобы не разговаривать, ну, просто издалека посмотреть, разрешили, милостиво. Он пришел, причем она ждала, ждала, ну, до последнего ждала, уже пришел пароход, и сходни, значит, все идут, и она тоже уже шла по сходням, уже шла по сходням, и вдруг она оглядывалась, конечно, все время в надежде, чтобы он все-таки увидит его, и он показался, но она бросила, конечно, тут же, прямо на сходнях, все, что у нее было в руках, все забыла, и бросилась к нему, она к нему бросилась, и, конечно, не удержалась, и обняла его, и поцеловала, потом уже все, пароход уходит, сходни снимают, она в последний миг ворвалась на этот пароход, до последнего она стояла и смотрела, пока можно было еще как-то различить его фигуру, и все, и он у нее уже растаял в дымке. Ему, конечно, дали за это наказание, по-моему, трое суток он где-то там отсидел дополнительно за то, что она его обняла. Ну, как же, разве можно, чтобы жена обняла мужа? Преступление перед советской властью. Так они попрощались до будущей жизни. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова